МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Общественный транспорт, который пора вносить в Красную книгу. Активисты выяснили, что автобусы в Барнауле вымерли более чем наполовину. Страх клаустрофоба. Жильцы барнаульской многоэтажки жалуются на непредсказуемый лифт. И пришло время вкладываться в картошку. Почему картофель так стремительно подорожал? В Алтайском крае цены на картошку бьют рекорды. Несмотря на то, что урожая в этом году собрали больше, чем в прошлом, стоимость молодого картофеля выросла в два раза. С чем это связано и стоит ли ждать снижения цен, расскажет София Яценко. 100, 200, 400. Таких цен на картошку жители Алтайского края еще не видели. Стоимость одного из самых доступных овощей теперь стала заметно бить по карману. Только один килограмм кругленькой обходится в среднем в 40 рублей, что в два раза превышает стоимость прошлого года. Так мешок картошки весом 35. 40 килограммов обойдется в более чем тысячи рублей. Дорожала. Ну, практически в два раза. А где сейчас вот дешевле ее приобрести? Даже не знаю. Это надо ждать, может, или ярмарку, или где. Или, может, на полях, где копают, туда выезжают. Вот только снижение цен на второй хлеб, по словам специалистов, ждать не приходится. По прогнозам фермеров, цифра будет только расти. А предприниматели и вовсе ждут пика, чтобы продать картофель как можно дороже. Причина такого резкого скачка цен в крае – неурожайность в других регионах страны и ближнего зарубежья. Потому что картошка, урожай мало. И отсюда вывозят, по-моему, не знаю. Картошку вывозят много. За Урал туда вывозят. В Казахстан. Там у них засуха была, неурожай. А вот на Алтае урожая оказалось достаточно – более 4 тысяч тонн картофеля, что на треть больше, чем в прошлом году. И, видимо, решили, что такого количества для нашего края явно многовато. К слову, в магазинах ее пока еще можно купить по адекватной цене. Правда, здесь она все же отличается от той, что на рынке. Впрочем, цена на корнеплод теперь будет кусаться и в других регионах. А в следующем году, говорят эксперты, килограмм картошки будет стоить не меньше 100 рублей. Водоканал перенес отключение воды, которое должно было состояться завтра, 1 октября. Водоснабжение планировали ограничить утром ровно на сутки. Однако работы по замене запорной арматуры, а это и есть причина отключения, решили перенести на 3 октября. В водоканале это объяснили тем, что в воскресенье школы, детские сады и поликлиники будут закрыты. Отключение воды могло парализовать их работу. Также в водоканале сообщили, что замена запорной арматуры позволит в будущем существенно минимизировать зону отключения при устранении повреждений. И к другой теме. Пять районов Алтайского края до сих пор не вошли в отопительный сезон. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил министр ЖКХ Иван Гилев. Напомним, в Алтайском крае из-за резкого похолодания подача тепла стартовала на две недели раньше, чем в прошлом году. В целом же подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии, отметил министр. Готовность муниципалитетов составляет 99%. Однако в некоторых домах и социальных объектов Каменского, Третьяковского, Мамонтовского, Михайловского и Хабарского районов по-прежнему холодно. Примерно 21 тысяча многоквартирных домов у нас, которые подключаются к системе центрального теплоснабжения. Из них подключены практически все, за исключением порядка 300 домов. Это вот те муниципалитеты, которые я озвучил, которые должны быть подключены в ближайшие два. Министр также отметил, что в этом году на ремонт системы теплоснабжения Края направлено более миллиарда рублей из бюджета Края. На эти средства были заменены 190 котлов и 130 километров теплотрасс. Наконец-то встретились. Сегодня избранные в сентябре депутаты Краевого законодательного собрания впервые собрались в региональном парламенте. Правда, причина сбора официальная. Таким образом, был дан старт политическому сезону нового восьмого созыва АКЗС. Во-первых, участникам вручили удостоверение об избрании. А во-вторых, избранные депутаты сформировали организационный комитет, у которого важная функция. Организационный комитет соберется на свое заседание для того, чтобы предложить повестку заседания первой сессии Краевого законодательного собрания, которое состоится 7 октября, и, соответственно, всю структуру, все руководящие должности нового созыва. В комитете всего 16 человек. Это 8 депутатов-одномандатников, еще 8 по партийным спискам, пропорционально числу занимаемых кресел от каждой фракции. Так, из старожил в оргкомитет вошли единороссы Татьяна Ильиченко и Сергей Серов, справедливоросса Александр Молотов, из новичков единоросс Антон Васильев, Елена Хрусталева от КПРФ, Сергей Матасов от Коммунистов России. Один из самых волнующих сейчас вопросов, кто возглавит Краевой парламент нового созыва. Барнаульский общественный транспорт можно помещать в Красную книгу, ведь он вымер уже более чем наполовину. В этом уверены городские активисты, которые накануне провели свой рейд. Выяснилось, что многие автобусы просто не выходят на рейс. В чем причина и как решать вопрос с маршрутами, не доводя город до транспортного коллапса? Не так давно вышла статистика, согласно которой в среднем житель России тратит 6 часов в неделю на общественный транспорт. Наверняка то же самое касается и барнаульцев, особенно которые живут в отдаленных районах. Но сегодня мы хотим задаться вопросом, а сколько пассажиры тратят своего времени на остановках в ожидании автобуса, который не торопится к ним ехать? Потому что общественный транспорт в городе вымер более чем наполовину. В этом уверены активисты организации «Гражданский патруль» и «Транспорт Барнаул». Общественники провели свой рейд и выявили, на этих маршрутах картина особо печальная. Где-то вместо 16 автобусов ходит один, где-то поломки, износ, не хватает водителей, где-то вместо больших автобусов на рейс выходит транспорт малой вместимости. Один из наших участников решил выйти в Ленинском районе города Барнула и подоблюдать за движением автобусов 137, 138, 149 маршрута. За полтора часа он не увидел ни одного автобуса из этих маршрутов, кроме двух автобусов. Один буксировал, другой сломавшийся автобус. То есть маршруты сходят с линии. Вот, например, у меня 24-й автобус, очень редко стал ходить. Я не знаю почему. Раньше хорошо, можно было уехать. Что больше всего раздражает в транспорте общественном в нашем Барнауле? В основном, как что транспорта мало, а людей там много, толкучка. Я сама работала в этой сфере в 2000-х и было очень плохо. Было очень холодно, было очень грязно, грязно в том плане, что все было сгнивше и все. Потом был какой-то период, когда парк маленько поменяли, стало лучше. Ну а сейчас опять идет все к тому, что все смашивается. Надо менять. Менять, ну на что? Общественники уверены, без господдержки барнаульскому транспорту не выжить. Необходимо участие в госпрограммах по обновлению транспорта. Ведь списанные московские трамваи, как и очередное повышение цен на проезд, проблему не решит. И перевозчикам, по мнению активистов, пора бы уже перестать прикрываться нехваткой средств. В прошлом году у нас были такие битвы за конкурс, за место, работать на маршруте. Судились в арбитражном суде и тому подобное. Но если это не выгодно, любой предприниматель просто уйдет и не будет выходить на маршрут. Общественники, которые затеяли рейд, обратились в прокуратуру Барнаула и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Ведь впереди зима, а значит пробки, поломки и не исключено обморожение на остановках. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Дело бывшего министра Алтайского Минтранса Александра Дементьева рассмотрят в суде уже на следующей неделе. Напомним, чиновника содержали в июне этого года по подозрению в получении крупной взятки. Следствие установило, что в прошлом году чиновник получил более 5 миллионов рублей от директора компании, занимающейся нанесением дорожной разметки. Дементьев вину признал. Суд назначил экс-министру меру пресечения в виде домашнего ареста. Слушание по уголовному делу состоится 8 октября. И к другой теме. Жильцы одной из барнаульских многоэтажек жалуются на лифт. Несколько человек успели стать его заложниками. Кому-то пришлось находиться в душном помещении почти час. Люди рассчитывают на компенсацию за моральный ущерб. В проблеме разбиралась Анастасия Дороган. Резкое торможение спустя несколько секунд пути. Александра берет телефон, но связи нет. Скоро гаснет свет. Ненадолго. Но нервы начинают сдавать. Буквально минут 5-10, которые только сидела, вообще никак. А потом, да, было душно. Дышать почти было нечем. Еще одна пострадавшая – Молли. Девочка переволновала в заточении больше хозяйки. По словам Александра, специалисты по лифтам приехали довольно быстро, но не могли опустить кабину до уровня этажа и долго открывали двери. В итоге девушка и собачка больше 40 минут провели в душном лифте. Он был где-то на 15-20 сантиметров повыше от пятого этажа. Всякие вот эти ужасные истории, что лифт сейчас упадет и тебя вот так напополам. По словам жильцов, лифты в этом доме встают нередко. Консьерж говорить с нами на эту тему не стала, но на вопрос, как долго людям приходится находиться в застрявшем лифте, ответила по-разному. Время заточения еще одного жильца Романа – 20 минут. Вопрос, почему лифт в военном режиме не спускается на первый этаж и автоматически не открываются двери. Я поднимался, между этажей остановился, и потом там сидишь, купуешь, как говорится, в этом лифте. Правда, в управляющую компанию жильцы не обращались. В компанию по обслуживанию лифтов одна жалоба от семьи Александры. А что касается частоты поломок или внеплановых остановок, нам ответили следующее. Лифт – это механизм, представляете, он ехал, находился в работе, выключили свет. Что делает? Он останавливается. Потом приезжает аварийная служба, запускает его. Либо включили свет, если он тут без движения, то он просто пришел в нормальную работу автоматически сам. Бывает свет перед напряжением огня, из-за света остановились. Ну, то есть, не связанные с качеством работы лифта, а связанные всего лишь навсего с какими-то условиями внешними. Лифты сами хорошие, фирма хорошая. Но тот, кто на них настраивает, видимо, не очень понимает в этом. И все же семья Александры хотела бы разобраться в таком поведении лифтов, в их организации, например, отсутствии вентиляции, или вообще просить их замены. Собственник вправе поставить вопрос о том, что необходимо провести досрочную замену или усовершенствование, замену на более новое какое-то оборудование и так далее. Но здесь вопрос-то в том, что с большой долей вероятности такого рода вещи, они сопряжены с затратами. Готов ли весь дом за свои деньги менять лифт, решать всем жильцам. И тем не менее, юристы советуют написать претензию в адрес управляющей компании и Ростехнадзора, который должен будет провести учет всех инцидентов с лифтом и вынести свое заключение. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. В нашу редакцию обратился мужчина, по соседству с которым живет пожилая женщина. Ей 91 год. В последнее время бабушка никак не может дождаться врача на дом. Взволнованный сосед попросил разобраться в ситуации. Тему продолжит Анастасия Наборчикова. Я инвалид второй группы. Давали первую. Татьяна Александровна Гулевская – ветеран труда, почетный гражданин Барнаула и заслуженный педагог. С годами ее здоровье лучше не становится. Приходится обращаться к врачам. У меня так вот здесь разрезано, так разрезано, так разрезано. И вот так разрезано. Я много перенесла. Поликлинику в свои годы уже не доходит. Вызывает на дом. Но врач в квартире не был давно. Справедливости ради скажем, что доктора приходят, но, простояв под дверью, разворачиваются и уходят. Из-за проблем с ногами Татьяне Александровне сложно быстро и своевременно встретить специалиста. Если дома нет детей или соседа Александра Александровича, бабушка становится беспомощной. Врач засунул сюда записку. Собственно, как ее нужно было найти. Коротко говоря, врач пробыла у двери ровно 15 минут. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Краевой Минздрав. Там объяснили, каков сейчас регламент работы участкового врача. На осуществление одного вызова на дому предусмотрено 30 минут. Если на адресе не открыли дверь, медицинский работник ставит в известность регистратора и оставляет в дверях записку. Иногда медработники обращаются к соседям, чтобы узнать, по какой причине больной не открывает дверь. Вызовы обслуживаются практически всегда. Если только ее спускают в квартиру, я вам говорю. А сколько должен врач стоять и ждать? У вас есть какой-то рекламент? Нисколько они должны. Подождите, подождите. Татьяна Александровна благополучная, регулярная. Он лично проводит врача. Он лично проводит врача. И еще, как следует из регламента, по истечении 30 минут медработник может поехать на следующий вызов. А чтобы помощь врачей наша героиня все-таки получила, должны вмешаться сотрудники социальных служб. Правда, если к ним обратятся. Да, эту проблему мы можем помочь решить, только в том случае, если социальный работник предупрежден и извещен о том, что придет медицинский работник. Человек выбирает услугу покупка продуктов, уборка квартиры. Конечно, мы можем сделать вызов врача. Кстати, тоже является услугой. Мы можем вызвать врача и можем, например, свой приход и свои услуги как раз с временем прихода врача сопоставить. Как нам стало известно, Татьяне Александровне помогают дети и внуки. Со слов родственников, бабушка не готова принять дома работников соцслужбы. Якобы стоит это дорого. А вот нас заверили, что помощь предоставляется бесплатно. Так, может быть, и стоит воспользоваться ею? Ведь тогда и врач сможет осмотреть бабулю, которая терапевт, требуется уже давно. Анастасия Наборщикова, Александр Андропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 700 детей в этом году стали пациентами отделения урологии Краевого клинического центра охраны материнства и детства. Врачи отмечают цифры неутешительные. В последнее время растет число мочекаменных болезней. И нередко серьезные патологии выявляются у детей еще в утробе матери. Подробнее у Анары Шагировой. Еще полгода назад памперсы для Алины были первой помощью или даже необходимостью. Любимые занятия, тэквондо, волейбол и танцы без этой вещи для 11-летней девочки оказались под запретом. Еще сложнее было пережить насмешки ровесников. Я не могла спортивно заниматься, я не могла носить яркие одежды. Одежды я всегда просто стеснялась и все. Когда совсем маленькая была, конечно, там памперсы, все остальное сильно не замечали. Ну, вроде думали, уйдет, пройдет. Но потом, конечно, когда уже пошли в садик и памперсы не стали носить, то это уже, конечно, стало все явно. Долгое время врачи ссылались на неврологию. Однако никакое лечение результата не давало. Обеспокоенные родители привели дочь в Краевой центр охраны материнства и детства. Тщательное обследование показало у Алины врожденная патология – удвоение почки. По словам врачей, таких случаев в последнее время все больше. И причин множество. Врожденная патология почек, которая возникает в первые недели беременности. Ну, что-то повлияло, плюрография, гриппом болели, алкоголизм, к примеру, и так далее. Такие вещи возникают. По словам врачей, число юных пациентов с урологическими заболеваниями увеличивается. Только за текущие 9 месяцев их около 700. К сожалению, очередь на госпитализацию тоже у нас достаточно высока. Но это связано с тем, что отделение очень специализированное и направляется со всех районов пациенты. И мы в своем составе имеем 30 коек. Если бы коек было больше, может быть очередность можно было бы снизить. То есть работаем мы физически достаточно интенсивно. Попасть на лечение к таким врачам, по словам Алины, было счастьем. Мысль об операции сначала напугала, а после вселила уверенность на новую жизнь. Такую же, как у сверстников. 2 октября, когда урологи будут отмечать свой профессиональный праздник, она обязательно скажет им спасибо. И о спорте. Платье и каблукам предпочитает спортивный костюм. Алтайская спортсменка Кристина Найденова впервые в истории края победила на чемпионате России по карате. Турнир проходил в Анапе, где собралось 326 спортсменов. В своей весовой категории наша землячка не нашла себе равных. Как итог, золотая медаль. На тренировки у чемпионки побывал Дмитрий Дроздов. Он расскажет, как девушка попала в такой жесткий вид спорта и за счет чего можно выигрывать поединки. Многие знают фразу «любовь с первого взгляда». Правда, она бывает разная. 18-летняя Кристина Найденова вспоминает, как 12 лет назад дедушка ее привел на всестилевое карате. С тех пор не прекращает тренировки. За эти годы спортсменка выигрывала как городские турниры, так и всероссийские. В активе у Кристины есть серебряная медаль с чемпионата мира в Чехии. Теперь и на взрослом уровне. Золотая медаль на чемпионате России в Анапе. Кристина поделилась, за счет чего получилось выиграть. За счет характера в первую очередь, за счет техники, наверное, за счет скорости. Карате – это моя жизнь. Я не знаю, я не представляю жизнь, если бы я не стала заниматься карате. Что бы я делала, чем бы я занималась. Я бы не поездила по разным городам, по разным странам. Всестилевое карате – довольно-таки жесткий вид спорта. И многие говорят, что это не для девушек. Но наша героиня с этим не согласна. Ну, вообще, как бы это стереотип, что говорят, что это не женский вид спорта. Вот, мне кажется, любой спорт, он и одинаковый для мальчиков, и для девочек. Доверие своего тренера для спортсмена важно. Это как особый вид мотивации. Так и наставник Кристины Андрей Пшеницын рассказывает, что бы ни случилось у нее, спортсменка всегда в строю и готова к работе. Кристина, прежде всего, очень дисциплинированный спортсмен, которая, несмотря на какие-то побочные эффекты, травмы, она в любом случае всегда в строю, всегда работает, выполняет все задания, выполняет их всегда на 100%. Но это, наверное, и есть залог ее выступления, потому что на протяжении уже долгих лет она и в детском, и в юношеском возрасте, она всегда была на первых ролях. Сразу после чемпионата России нет ни отдых, а тренировки. По итогам выступления на турнире наша спортсменка попала в состав сборной России для участия в предстоящем чемпионате мира в Турции. Работы предстоит еще больше, но оно того стоит, когда по итогу у тебя оказывается золотая медаль. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok